Очень смешная и тупая новость. В Москве будут строить ЖК для феминисток. У меня есть несколько вопросов. Во-первых, что за ублюдское название? Два холма. Какие? Эти, те или какие-то еще? Во-вторых, может быть, хоть кто-то изучит тему феминизма? Хотя бы исторически. Что это, откуда и с чем его едят феминистки в блин? Как написано на сайте этого ЖК, это город без мужчин. Только строить этот город будут почему-то мужики. Или до ввода дома в эксплуатацию правила феминисток здесь не работают. Я сомневаюсь, что на всю Россию найдется очень много женщин-строителей, женщин, которые будут работать на башенном кране, если феминистки знают, что это такое. Также на сайте указано, что в этот ЖК нельзя приводить мужчин. Мужчинам также нельзя жить в этом ЖК. Сдавать в аренду или продавать квартиру можно исключительно женщинам. Я пропустила этот момент, у нас как-то законы поменялись. Интересно, а как же они будут делать ремонт в своих новых феминистических квартирах? Кстати, на сайте это не указано, но будет с отделкой или нет? Допустим, если квартиры без отделки, то что они наберут женщин-электриков, сантехников, грузчиков, монтажников и маляров? У нас их так много. Я вот что-то видела, дай боже, 5. Давай пиши в комментах свое мнение. Сейчас скажем в комментах свое мнение. Ребята, вы тоже, кстати, пишите. Ребята, всем здорова, санночная связи. А что такого? Пускай впахивают, пускай там живут сами, пускай что хотят делают. Обнести забором железным с колючей проволокой, рвом с крокодилами, и открывать мост в это, так сказать, чудо-творение, чудо-терем, один раз в год, чтобы туда муки с ячневой кашей закидать сухой. Ну, короче, вы поняли, да? Крупой. Вот и закрывать опять на год. И нормально будет еще, в принципе. Пускай они там сами это все строят, возводят, цемент таскают, грузят, штукатурят, копают. Ну, вообще, все делают сами, абсолютно все. Пускай живут, в чем проблема? Ребята, нам попроще будет. И самое главное, туда интернет не подключать. Вот туда их всех согнать, и пускай они там тасуются. Ну, пускай и без интернета. Ну, что, я считаю, ребята, там прекрасная идея. Во!